Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин и это седьмой новостной CG выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Embergen продемонстрировали обновление 0.5.5 с частицами GPU в реальном времени. Это произошло в недавнейшем стриме. Тут же начал смотреть, обновилась ли программа, но нет. Надеюсь, на этой неделе уже точно. В прошлых выпусках мы говорили, что выйдет Embergen для Octane. И вот о той чирикнули в Твиттер, что разработка идет не только для Octane, но и для Arnold Renderer. А может и Redshift будет? Хей, Джанго! Redshift, пожалуйста! Unity Technologies попала в ежегодный список Forbes AI50. AI – это искусственный интеллект. В перечень Forbes входят наиболее перспективные американские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, в значимых для бизнеса направлениях. Как пишут на сайте Forbes, 23 компании из списка оцениваются в 1 миллиард и 100 миллионов долларов. Силиконовая долина – как всегда молодцы, а Рашков ж. SiteFX также выпустил новый бесплатный курс Post-Apocalyptic Rants for Unreal Engine 4. Перед прохождением необходимо скачать проект, в котором будут материалы Quixel Megascan, предоставленные Epic Games. Курс состоит из 14 уроков и бонуса. Обучение построено на создании одной полной постапокалиптической сцены в Houdini и Unreal Engine 4. Уроки лежат на YouTube-канале SiteFX и на сайте, ссылочка на который лежит в описании. Вышло новое приложение Life Link Face от Unreal Engine для iPhone. Приложение использует R-Kit от Apple и TrueDev фронтальной камеры для интерактивного отслеживания лица. Life Link Face отслеживает мимику лица, а также движение головы. Приложение предназначено для создания анимаций лица 3D персонажей в Unreal Engine, записывая вживую на телефоне и в движке. Все подробности по ссылочке. От себя скажу, что захват мимики в Life Link Face, а еще далеко не совершенен. Части лица, как и в самом простецком приложении, работает только на рот, брови и буквально глаза. Может и этого уже будет достаточно, тут уже решать тебе. В Marketplace Unreal доступен июльский бесплатный контент. В этом месяце предоставили полноценные пакеты для создания окружения. Пакет реалистичной местности луга, фотореалистичный горный ландшафт каньонной пустыни, полноценный пак для визуализации интерьера, а также в доступе есть бесплатный плагин PSD2UMG, который импортирует PSD файл в Unreal Engine 4, ну и преобразовывает PSD файл в виджет Blueprints. Ну и самое интересное, TPC Multiplayer Pack это система или базовая основа для создания игры. В паке проработаны движения игроков, оружие и прочий инвентарь. Amazon Web Service обновил инфографику для трансляций в Формула-1. Новые технологии не однозначно оценили фанаты. В прошлом году можно было просматривать шансы пилота на обгон соперника после пит-стопа и информацию о состоянии резины, которую как раз все болельщики высмеяли. А в этом году покажут некоторые показатели скорости машины, управляемость при поворотах, развитие машин и команду по ходу сезона, а также прогноз на квалификационные и гоночные круги. Данные считываются с более 300 датчиков, установленных на машинах. При этом на сервисы Amazon передается более миллиона данных точек в секунду. Вся информация проходит обработку и транслируется на экраны. Нововведения от Amazon уже можно смотреть на протяжении этого сезона. Скоро машины будут ездить сами, а комментатор мероприятия возглавит Алиса. Ну, наверное. Компания Verizon разрабатывает технологии виртуальной реальности VR и AR. И вот в июле они предоставили технологии Verizon Media Immersive на платформе XR. Ну, то есть расширенная реальность. Это инструменты для создания рекламы в дополненной реальности в браузере. И это главное преимущество, так как технологии XR во многом представлены только в приложении. По ссылке в описании ты найдешь проект Verizon, разработанный вместе с Ford для Autobлок. Там представлена шикарная модель Ford Mustang Mach-E 2021 года, которую ты сможешь покрутить в браузере. Ну, либо использовать камеру своего телефона. House Group выпустили бета-версию 0.4.0 Project Lavina, осуществили поддержку физикал камера, внесли материал металла, улучшили шумоподавление и добавили новый Animation Editor для создания, редактирования и визуализации анимации. Подробнее в описании. Project Lavina создан для быстрой настройки освещения, материалов и обзоров сцене. Lavina использует физическое освещение и глобальное освещение для получения реалистичных результатов. Поддерживает 3D Max, SketchUp, Rina, Maya и Revit. Вышло обновление 3DF Zephyr. Пятой версии. Это софт от 3D Flow для фотограмметрии. Программа автоматически восстанавливает 3D-модели на основе фотографий. В версии 5 улучшили качество реконструкции. Текстуры стали более четкие и качественные. Zephyr теперь использует WIC. Windows Imaging Component. Это нужно для обработки изображений. Отмечают, что это обеспечит быструю загрузку файлов. На 3Dflow.net при покупке лицензии действует скидка в 20, и 50%. И все это происходит до 21 июля. Сайт FX создатели Goudini запустили конкурс Huli Daily Challenge, который продлится до конца июля. Каждую неделю и каждый день новая тема. По ссылке ты найдешь расписание. Также там указан форум, где расписаны правила участия и ежедневные темы. В челлендже могут участвовать все желающие, ну кто работает в Goudini конечно. Представлены различные номинации, так что выиграть реально. Ну и конечно призы, которые ты также найдешь по ссылочке. Lumion обновился до версии 10.5. Lumion создан для архитекторов и дизайнеров. В версии Pro появилось 67 новых моделей для сада, двора, пикника и каких-либо мероприятий на открытой природе. Теперь с дополненной новыми материалами библиотека Lumion можно быстро создавать атмосферные и уютные пространства. Marvelous Designer и Crytek запустили конкурс. Crytek – разработчики таких игр как Far Cry, Crysis и Warface. Конкурс нацелен на создание уникального наряда персонажа в Hunt Showdown. Он продлится до 15 сентября. Можно использовать пробную лицензию Marvelous Designer во время конкурса и ты сможешь бесплатно скачать игровой движок CryEngine. Выберут несколько победителей и в качестве призов предлагают видеокарты Nvidia Quadro и GeForce. Графический планшет Wacom. Бессрочную лицензию на Marvelous и полезности для Hunt Showdown. Вот особенно последний топчик. Всем дотерам. Все подробности ищи по ссылке в описании. Ну и если будешь участвовать, то клацай по вкладке FAC. Там подробные ответы на все твои вопросы. Лови софт-коннектор для структурирования 3D материалов. Это бесплатная программа и с ее помощью ты соберешь и структурируешь все свои файлы. Можно предоставлять доступ для совместной работы. Ну и еще полезная функция для быстрого поиска. А это добавление тегов, что во много раз упрощает рабочий процесс. Совместим Cinema 4D и 3ds Max. Спасибо за просмотр, мой друг. Подписывайся на нашу рассылку ВКонтакте. Будем присылать тебе офигенные дайджесты, которые ты нигде не найдешь. Заходи в нашу телегу с реальным общением. И до новых встреч!